Если у собаки длинная шея, то абсолютно можно слить до косточки груди. Две ямочки, как у нас, косточка груди. Когда у этой собаки длинная красивая шея, мы можем спокойно оттолкнуться от косточки груди. Я взяла пятерочку, потому что эта собака большую часть дня проводит на улице. Еще достаточно холодно и после такой длинной шерсти очень не рекомендуйте сразу перейти на короткую. То есть короткая стишка спереди. Где начинается борода? Очень просто. Берем основание ушек, проводим линию. Там она начинается у черного терьера бакенбарды. Проводим руками под низом. И практически получается, что у... Где начинается челюсть. Ну, в общем-то, значит, берем руками, проводим мимо ушек, прямую линию и руками обозначаем коротку. Ну, практически можно еще чуть-чуть снять, чтобы... Тришка шеи сбоку. Тоже основание ушка. Вот она, ушка. Значит, тут у нас идет уже голова с бородой вниз. Тут у нас идет шея. Вот она, наша шея. Если у собаки донкая длинная шея, как правило, длинная, ну, чаще всего она тонковата, то мы эту линию делаем более глубокой вниз. Если шея, ну, как у нас, удовлетворительной толщины, вот, и длины, то это обыкновенная, классическая линия шеи черного терьера. Это ровно как бы пополам. То есть основание ушка и идет прямая линия по шее, прямая линия по шее к основанию плеча. У плеча линия заканчивается и идет под наклоном вниз к нашей. Вот такой вырез. Заделаем. Обозначаем шея, лопатка, плечо и нервы. Здесь побольше объем, потому что у этой собаки пока все, он формируется еще, он еще молодой кабель, и она еще пока недостаточно скулистая, недостаточно развита. То есть для него все в процессе ума. Дальше, не объем я снимаю. Таким образом. Тоже, чтобы понять, куда какая линия идет. Вот идет лопатка, она ведет к холке. И практически тут у нас идет, меняется зона шеи и зона лопатки. Вот она, лопаточка наша. И, ну, все, я снимаю такое, ну, совсем уже лишнее, да, то есть я буду формировать еще потом вырезать. Да, ну, вот оно, как же такое, как черновичок. Ну, да, то есть наша шейка, наша лопатка, которая плавно переходит в грудь. Теперь нам надо аккуратно. И эта часть должна фактически все время стяжаться в короткой стрижке, чтобы там волос был более жесткий. Если чем-то чаще будет стричь, то лучше будет ложиться, ну, то есть структура шерсти будет лучше. То есть это регулярно можно делать дома. Какое, какое расстояние, это, ну, как бы, я бы сказала, наверное, сантиметров пять-шесть у меня тут, да. Ну, как бы потом, это только черновик. Это все будет потом. Мы берем шерсть через пальцы, поднимаем, поднимаем и стрижем, поднимаем и стрижем желательной длины. Это похоже на, как людей стригу. Значит, я хотела бы обратить внимание на рисунок, да, чтобы понятно. Это черновик, говорим о черновике. Видим, это вторая сторона шеи, да, я соединили, то есть бок с переда, две ямки грудная, вот. И я тут вижу, что я, как бы, проехалась ниже, то есть я беру просто и добавляю эту линию. Смотрим, где у нас линия шеи, то есть ничего не нарушили, то есть не низко, да, вот так бы было бы низко. Тут у нас вот, вот оно, плечико. Стрижка ушек. Беру десяточку. Основание уха вот тут, вот. Основание ушка тут. И где-то сантиметр, или даже чуть-чуть побольше, но, в общем-то, для этой собачки сантиметр. Мы берем пальчиком, отмечаем, то есть основание ушка тут, и пальчик мой тут. И я с этой части вырезаю шкаф. Техника такая, да, то есть основание ушка, опускаемся и стрижем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо очень сильно запомнить, что делать кубику. Тут будет коротко, тут начинается длина. Пойдем, потом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Длина шерсти на корпусе для черновика... Конечно, это не нужно. То есть мы смело снимаем... Смело сантиметра... Внутри, скажем, шеи... Мы видим, что она значит шея... И продолжение головы... Мы как бы берем руку... Вот так, как косичку тут... Это черепа... Основание черепа... За ней берем волос... Руку... Вот так вот... И... И... Оттуда у нас начинается шея... Это у нас будет... Искусственное продолжение головы... Вот так вот... Искусственное... Это... Сколочка... Если собака... На свекопереды... Вообще бояться... Ну... Не надо... Потому что... У нее со мной есть сколка... И там ничего... Не надо... Не начесывать... Не оставлять... Ничего... Собака... Оставай, первое... Собака, естественно... fácil... Ну... Acxt. Ну... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...